Романское искусство Позже взгляд исследователей на средневековое искусство изменился, но название романское искусство сохранилось. Становление романского искусства в различных странах и областях Европы происходило неравномерно. Именно и архитектура, и прежде всего монастырская, заняла ведущее положение в романском искусстве. Крупные монастыри обладали тогда громадной властью и богатством. Сюда стекались не только паломники, но и ремесленники в поисках работы. В монастырях создавались прекрасные произведения архитектуры, скульптуры и живописи, призванные утвердить возрастающее значение церкви в средневековом мире. Огромную роль в жизни средневековых людей играло паломничество, путешествие к святым местам. В паломничестве видели покаяние, испытания, средства очищения от грехов. От святынь ждали помощи и чудо. Люди верили, что мощи святых могут исцелять болезни и защитить от будущих несчастья. Главные христианские святыни находились в Иерусалиме, Риме и на севере Испании, в монастыре Сан-Яго Те-Компостелло. Считалось, что в этом монастыре находится могила святого Якова, провозглашенного покровителем священной войны за освобождение Испании от арабов. На дорогах к монастырю стояли большие паломнические церкви, в которых были реликварии. В романский период изменилась и светская архитектура. Замки стали каменными и превратились в неприступные крепости. В центре замка находилась каменная башня – донжо. На первом этаже располагались кладовые, а на втором – комната хозяина замка. Над ним – помещение для слуг и охраны. В подвале – тюрьма. На вершине башни выставлялся дозор. Удивительные росписи романского периода, они практически не сохранились. Они имели назидательный характер. Движения, жесты и лица персонажей были выразительны, изображения – плоскостными. В романский период в Западной Европе впервые появилась монументальная скульптура. Скульптурные изображения рельефа располагались, как правило, на порталах, архитектурных оформленных входах. Ведущая роль в культурной жизни Европы долгое время принадлежала Франции. Романское искусство формировалось здесь наиболее последовательно. Выдающимися оружениями романского периода были созданы во французских провинциях – Бургундии, Провансии и Нормандии. Именно бургундские архитекторы разработали конструктивные новшества, помогающие уменьшить объем стен, увеличить сместимость соборов, достигнуть большой высоты сводов. Церковь Святого Петра и Святого Павла в монастыре Клюни – типичный пример французской романской архитектуры. Сохранились только небольшие фрагменты этой постройки, а также описание и рисунки. Тогда это была самая большая церковь в Европе. Общая длина храма составляла 127 метров, высота центрального нефа – свыше 30 метров. Пять высоких башен украшала церковь. Монастырь в Клюни в то время называли Вторым Римом. А богатство и величие монастыря свидетельствует, например, тот факт, что в Клюни ежегодно кормили до 17 тысяч бедняков. В церкви монастыря Клюни сохранились замечательные резные капители, верхние части колонн, с символическими отображениями семи музыкальных тональностей. В то время молитвы произносились на распев, чтобы обращение к богу было созвучно музыке небес. Романская живопись во Франции широко представлена книжной миниатюрой. Наибольшее количество сохранившейся росписи, созданного в монастырях Южной Франции. Давайте теперь выделим некоторые особенности архитектуры Романского собора. Увеличение хора в восточной алтарной части храма, увеличение высоты храма, заведу в крупнейших соборах кассетного потолка каменными сводами. Своды были нескольких видов. Тяжелые своды требовали мощных стен и колонн. Основной мотив интерьера – это полуциркулярные арки. А вот романская архитектура подчинялась архитектурным мотивам. Она в основном использовалась во внешнем украшении соборов. Наиболее полный и ярко романский стиль проявился в Германии. В XI-XII веках началось строительство крупных соборов в городах Нарейне. Собор в Ормсе был похож на неприступную крепость. Его толстые гладкие стены, узкие окна, массивые башни выглядели суровыми и величественными. В Германии сохранились и памятники светской архитектуры того времени, феодальные замки и крепости. Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она стала встречаться лишь в конце XII века. Сначала это были рельефные вставки, а позднее развернутые композиции. Деревянные раскрашенные распятия обычно их вешали в пролете арки над алтарем. Украшения светильников, купелей, надгробий, реликвариев, подставок для чтения книг подчеркивали отличие мира божественного, воплощенного в церкви, от окружающего греховного мира. Изображения кажутся отрешенными от земного существования, они условны, обобщенны. Радует искусство Италии. Оно формировалось под влиянием многовековой культурной традиции, которые были не одинаковы в различных областях страны. Если в искусстве Венеции и Южной Италии преобладали византийские черты, то в Риме и Центральной Италии античные. Лишь искусство Ломбардии, расположенное на Северной Италии, восприняло форму романского стиля. К выдающимся произведениям архитектуры Центральной Италии античной традиции относится знаменитый комплекс Пизи. Самой известной частью комплекса является знаменитая Пизанская падающая башня. Некоторые исследователи предполагают, что башня наклонилась в результате оседания фундаментом в самом начале работы, и тогда было решено сделать ее наклонной. А вот романская живопись Италии сформировалась под влиянием раннехристианского искусства и византийской культуры, отличалась большим разнообразием. Наиболее значительными ее центрами был Рим и монастыри Южной Италии. Как ни в одной стране Западной Европы в Испании развернулось строительство замков-крепостей. Настоящей страной замков стало королевство Кастили в Центральной Испании. Ее название произошло от испанского слова «замок». Один из самых ранних замков романского периода – королевский дворец Алькасар – был построен в IX веке. Он сохранился до нашего времени. Дворец стоит на высокой скале, окруженной толстыми стенами с множеством башен. В ту пору подобным же образом возводили и города. В церковных постройках Испании романского периода практически отсутствуют скульптурные украшения. Храмы имеют облик неприступных крепостей. В испанской культуре того времени большую роль играла монументальная живопись. Образная система романского стиля, назримой стадии, тяготеющую к универсальным художественным воплощениям средневековой квартиры мира, подготовила характерные для готики представления о соборе, как о своеобразной духовной энциклопедии.